какая-то тусовка над морем это взвал взволновались птицы через камеру хорошо можешь смотреть хоть на сторону солнца а так посмотришь невооруженным глазом этот глаз потом выпадет я прошла 5 через пляж пересохший тут вот вода 5 подземная вот это все обычно под морем до верху когда прилив вообще до сюда доходит так класс ой чё-чё неправда так взбаламутились может рыба где-то что-то так они над ней махат махать так что мне еще интересного такого для вас есть кроме вот этого вот этих вот пляжей птичек а весть из россии вы наверно видели из якутии поскольку у нас постоянно и наши города где я родилась заучилась разборки с бродячими собаками я щас не буду говорить тут правильно неправильно что с ними делать в защиту или против вот эти вот дискуссии оставлю просто наверное все вы видели ситуацию я в первый раз увидела на этих страницах известия там амур инфо до 200 дальнего востока когда на женщину профессора напала стая и там был один из слов так сказать самый такой агрессивный который и раздербанья в общем то она проходила выходила из у этого универа универа где работала и они ее загрызли стали загрызла и потом парень студент когда проходил на том же месте он увидел труп хотел ей ну типа помочь он же не знал что произошло на него также вылетели животные но ему по молодой все таки это успел убежать отбиться и спастись подбежал к охраннику позвал на помощь ну в итоге отловили тех собак именно ту стаю но говорят что проблема не решена естественно хотя у нас на дальнем востоке там уже огромные деньги вкладываются вроде бы и какие-то проекты придумывают но толку от этого мало и получается вот такая вот беда но другая весть продолжение что пёс этот был в приюте но естественно он шел больше под усыпление почему естественно думаю все вы понимаете логику да почему но увидела пара молодые девушка с парнем и они решили его взять и когда они его везли в машине собака ласкалась с ними игралась отвечала типа ну ну скажем так на доброту пусть это будет так звучать немного наивно по-детски вот насколько все странно и страшно да все все про все что происходит вот это вот в одной истории и ужасные вещи и плохие и вроде бы хорошие и двоякие чувства все потому что очень плохо изначально все организовано и все запущено сами вы это наверно прекрасно понимаете что никакой конкретной политики по теме брошенных животных и так далее не ведется а еще на этого могу типа связать информацию и из хорватии вот у нас в селе жила раньше больше людей старики умирают или переселяется в дом престарелых причем хорошие дома престарелых один человек просто он жил сам же семьи жены не было и вроде все думали но он такой знаете никогда в жизни бы ни с кем не делил не дом не не сад не огород не комнату а теперь в доме престарелых и он просто как новый человек он просто поднялся духом он настолько доволен и счастлив что он переехал что одним забота и уход и все кто его посещают просто радуется что человек на своем месте сейчас так сказать мог ведь и погибнуть причем он был самый соседка увидела что свет горит что что-то странное происходит она его нашла так вообще дело не в этом дело в том что стариков все меньше вот как я сказала а почти все держали собак у нас улице было их много и опять же меня это немного подбешивала потому что часто как и наш песик конечно они не были привязаны возле дома они носились вокруг ну по селу например и и гадили да но наш собачонок вот реально он чтобы он когда-то на дороге вывалил как ахуя такого не было таких подробностей или например там не знающего у некоторых людей а вот соседка наша вечно с ней разборки до война без проблем и специально пес не привык заходить высокую траву или куда-то уходить с тропы и он прям на дороге вываливают такие знаете кексы сам пёс большой вот и короче дело к ночи собаки были жили а теперь их количество сократилось но вот у нас сосед священник у него два пса больших но он их держит в саду у него свой сад возле дома всю ночь они не знают эту ночь были дикие свиньи возле дома и лали как бешеные но поскольку сапсов меньше собак меньше кошки это хорошо ощущают и брошенные кошки смотрите как тут прикольно такой грот мой любимый пляжик маленький кошки ощущают что нет конкуренции нет опасности они выходят в село и у нас теперь начался шор раньше было две домашние у соседки умерла потом у одного пожилого человека также его больше нет и кошки плодятся разбегаются вокруг и у нас превращается в кошачье село все больше и больше скажем с каждым днем а это естественно и раскапывают мусор и на террасы залазит и даже в дом хотят залезть и они конечно жрут этих мышей но с мышами они выжирают других там не знаю например как они называются ящериц что мне кстати не очень нравится ну пусть змеи опять же неплохо так вот я смотрела недавно в объявлении стерилизация кошек 250 гуны на снижение вот месяц сейчас действует конечно это неплохо когда у тебя есть домашняя кошка ты в ее стерилизовал и все это и как бы спокойно домашние я имею ввиду там у нас в лесу да она возле дома живет но ты никогда не заботишься что она там будет иметь котят и ты не знаешь что с ними дальше делать но у нас их вот мы одну при уютили сжалились начало начала ее сестренка так сказать приходить 2 потом 3 они уже все хотят лосниться хотят все играться потому что раньше они шугались сейчас они стали есть привыкать и они же все хотят любви и заботы да вот удивительно как раньше например одна даже рядом не подходила а теперь она по утрам упорно подходит и хочет чтобы ее тоже погладили и ты вот вроде жалеешь до бедных животных с другой стороны это сам себе как бы проблему создаешь потому что у нас знакомая ну можно сказать такая типа родственница да скажем так женщина она пожалела одну вторую третью а теперь у нее там целое царство она не знает как избавиться от кошек их даже финансы по финансам и технически невозможно всех переловить переловить и всех стерилизовать и вот она не знает что делать и никакие содружества не помогает и нет приютов для кошек вот такие вот дела так что ну вот если считать что например там у нас по городу не бегают псы дикие нет такого там нападение вот всплите я единственная где слышала так про такую беду но с другой стороны тоже не сказать что прям просто государство очень даже с этим всем борется что какая-то у нас конкретно политика хорошая по этому вопросу так что не сказать что впереди планеты всей а плохо что такое происходит